Привет, друзья! Что такое домашний уют? Чем отличается дом от гостиницы или офиса? Каждый вкладывает в понятие уюта что-то свое. Для одних это когда каждый предмет в доме на своем месте. Для кого-то это кот, свернувшийся клубочком на подоконнике. Для других это потрескивание камина или аромат домашней кухни. А кто-то находит уют в детском смехе или чтении сказок на ночь. Но все же есть общие моменты, которые превращают безжизненный интерьер в теплый и уютный. Я очень много дискутировал на эту тему с подписчиками, с коллегами, заказчиками. И пока готовил это видео, пришел к следующему выводу. Уютным и наполненным душой становится интерьер, когда он уже обжит и ассоциируется с хозяином этого интерьера. Это и отличает жилую квартиру от нежилого интерьера, любого отеля или другой коммерции. Где люди постоянно сменяют друг друга и не успевают обжиться. Но все мы знаем, как пребывание человека может превратить любой уютный интерьер в склад вещей. А это уже совершенно не про уют. Так как же правильно обживаться? Часто об уюте мы начинаем задумываться уже после ремонта и прожив в доме долгое время. К тому же не всегда есть свободные деньги на переделку ремонта. Поэтому сегодня я дам советы не только по ремонту, но и по доступному всем декорированию. Да и вообще по образу жизни. Так в чем же секрет уютного интерьера? Сегодня я покажу 12 действительно рабочих приемов, которые изменят ваш дом и жизнь на 100%. Наведите порядок. Я постоянно получаю комментарии о том, что современные дизайнерские интерьеры неуютные и похожи на интерьер отеля и офиса. Ну вы постоянно об этом пишите. Но никто не может сказать, что конкретно нужно сделать, чтобы стало уютно. У меня вообще создается впечатление, что у большинства уют ассоциируется с визуальной захламленностью и разбросанными вещами. Вот у моих родителей точно, у них такой трэш дома творится. Но ведь уютный интерьер это когда все в точности наоборот. Если у вас в прихожей на вешалке огромная гора одежды, а рядом на комоде или банкетке разбросаны сумки, а ключи лежат в перемешку с шарфами головными уборами, то о каком вообще уюте можно говорить? Так как же надо правильно организовывать порядок? У нас на канале есть очень популярное видео на эту тему. И главная идея ролика избавиться от всего ненужного. А все нужное расположить в порядке приоритета использования. Поддерживать порядок станет в разы легче. Повторю несколько главных советов. Поддерживать порядок проще, чем делать уборку. Ну это факт. Но поддерживать порядок еще легче, если каждая вещь находится на своем месте. Распределите места хранения по функциям. Ежедневные вещи ближе. Сезонное хранение дальше. Химические средства для стирки и уборки расположите рядом со стиральной машиной. И главное не в перемешку. Они же нужны там. Меня очень ругали зрители за то, что я храню бытовую химию рядом с продуктами. На самом деле я снимал видео о своей квартире еще только туда переехав. И конечно же со временем места хранения были оптимизированы. Храните документы в одном месте. Это сэкономит вам кучу времени. В момент, когда документы вам действительно понадобятся. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Нам нужно было ехать за границу и мы очень долго искали паспорт дочки. И нашли его буквально вообще чудом. Если бы все лежало на месте, мы бы не тратили это время. Я стараюсь безжалостно избавляться от старых вещей в гардеробе. Есть разные психологические приемы, как убить себе Плюшкина. Или хотя бы на время его приглушить. Это тоже все есть в том видео. Выкиньте все лишнее, пожалуйста. Обязательно группируйте предметы на открытых поверхностях. Сгруппированные предметы смотрятся совсем по-другому, гораздо аккуратнее. Если вещи совсем маленькие, например, такие как ключи, какие-то монетки в прихожей, то положите их, пожалуйста, в поднос или в вазу. И сразу множество предметов превратятся в один. Это будет смотреться гораздо аккуратнее. С книгами это правило тоже работает. Вы можете группировать книги по размеру или располагать их в разном направлении, но группами. Например, вертикально в порядке уменьшения и рядом горизонтально. Объединяя по несколько книг одной величины. Можно сортировать книги по цвету. Например, одна полка синяя, другая зеленая. И лучше уберите книги и буклеты в тонкой обложке в закрытый шкаф или сложите в красивый ящик. Такая обложка очень сильно упростит внешний вид и в целом удешевит вашу библиотеку. Ну и, конечно же, не забывайте вытирать пыль. Проводите влажную уборку и не допускайте грязи на кухне и в ванной. Но я против любых крайностей. Если у вас абсолютно стерильная обстановка, уютно это выглядеть точно не будет. Непрежно накинутые на кресло плед или подушки будут говорить о том, что здесь живут люди. Дом, в котором ликвидировано захламление, где каждый предмет на своем месте, и как следствие этими предметами удобно пользоваться, сразу становится уютным. Наполните дом ценными для вас вещами. Мы сами превращаем обычные вещи в ценные. Помните, как в детстве мы считали сокровищем каждое стеклышко, камень или игрушку? Я придумал целую историю про солдатика, которого я нашел в песочнице. И это сразу же сделало игрушку ценной на тот момент. Так же и во взрослой жизни. Вещи, которые ассоциируются с людьми, поездками, важными событиями, сразу же обретают ценность. Это могут быть семейные фотографии, детские рисунки и другие вещи, сделанные своими руками. Например, неделю назад я вернулся из отпуска, в котором был вдвоем с дочкой. И я попросил ее нарисовать эскиз вида из окна нашего отеля. Это вид на море, красивый бассейн, пальмы. Она очень хорошо рисует и нарисовала у меня детальный рисунок. И я обязательно оформлю его и повешу себе домой на стену. Этот рисунок будет сразу же переносить меня в этот отпуск и наполнять меня теплыми эмоциями. Предметы, переходящие из поколения в поколение, сувениры из поездок, сделают интерьер уникальным. Вещь, ценная именно для вас, наполнит интерьер персональным уютом. Обязательно привозите вещи из поездок в другие города и страны. Эти вещи не ограничиваются магнетиками на холодильник. Это могут быть картины, можете распечатать фотографии. У моего папы есть один очень состоятельный друг детства. У него в загородном доме огромная коллекция футболок и кепок из поездок по всему миру. Каждая вещь – это как бы ключ к воспоминанию. Моему папе очень повезло, и этот же друг однажды взял его с собой в экспедицию на Северный полис. Мой папа фотограф, и теперь у меня дома есть распечатанная фотография в белом багете, на ней ледник и полярный медведь, вышедший навстречу ледоколу. И это не просто какая-то фотография из журнала, это реальная история, связанная с моей семьей. Так в интерьере появилась интересная история. Таким образом можно легко наполнять дом вашими воспоминаниями. От распечатанной фотографии в багете совершенно другое ощущение, чем от бесконечных фотографий в лентах ваших социальных сетей. Также вы можете украшать стены вашего дома, используя фотографии и мгновенные печати. Это может быть фото с вечеринки с друзьями, или просто спонтанный момент из жизни семьи. Такие фото всегда очень динамичны и живее тех, на которых люди позируют с натянутыми улыбками. Я вообще недавно узнал такую интересную информацию, что сейчас, в принципе, фотомодели на обложках, на журналах, они совершенно не позируют. Они стоят вот как в обычной жизни. И вот это все красивое позирование, оно уже ушло в прошлом. Сейчас никто не пытается что-то из себя строить. Сейчас просто показывают реальную жизнь. Вот реальная жизнь, она гораздо ближе, теплее и ценнее. То есть сейчас же главный тренд именно на теплый минимализм, на уют, на искренность. Поэтому не позируйте, будьте сами с собой. Фотографии наполнят интерьер ощущением дружбы, мыслями, а важными для вас людьми. И ценностью каждого момента жизни. Если есть возможность украсить стены искусством, то обязательно сделайте это. В настоящем искусстве, настоящем искусстве, есть душа. Картина обязательно должна вам откликаться, а значит отражать вас и ваш интерьер. Не стоит покупать дешевые постеры или фотографии из масс-маркета, это наоборот обеднит ваш интерьер. Наибольшего уюта в доме помогает добиться ощущения, что этот дом именно ваш, что все предметы связаны с вами, а они просто такие же, как у половины города. Есть один очень хороший способ сделать предметы более личными. Кастомизируйте их. Создавайте предметы для интерьера самостоятельно. Вы можете купить что-то на блошином рынке и перекрасить. Разрисовать, доделать, придумать новый смысл или функцию. Такой предмет будет в единственном экземпляре, и это напрямую связано с уютом в вашем доме. Наполните дом предметами, связанными с вами и вашими историями. Так дом станет уютным продолжением вашей жизни. Немножко прорекламируя себя, в плане наполнения дома своими предметами у меня, конечно же, другой способ. Я же дизайнер. И используя опыт и все свои знания, и в коллаборации с другими дизайнерами, я создал очень удобную и стильную мебель. И наполнил ей свой дом. Так появился и начал расти мебельный бренд Тепло Концепт. Тепло Концепт – мебель вне времени. Изготовленная из качественных материалов мастерами своего дела. Нас вдохновляет природа, ее первозданный образ, воплощение и формы. Тепло Концепт – мебель, созданная людьми, для людей. Посуда из качественных материалов. Домашний уют у многих ассоцируется со вкусной едой. Ну да, кто не любит вкусно покушать? Бабушка приготовила пирожки, мама пожарила котлеты. Мой папа очень вкусно готовит селедку под шубой. Просто нереально вкусно. Но еда должна быть не только вкусной, но и красиво подаваться на стол. Суши в бумажной коробке и суши на глиняной посуде. Выглядит совершенно по-разному. Сейчас очень много разной авторской керамической посуды, совершенно любой стилистики. Поэтому вы без проблем подберете ее для себя. Такая посуда будет создавать в интерьере настроение. Конечно же, особую атмосферу создает семейная посуда, передающаяся из поколения в поколение. Если у вас нет такой истории, то вы можете начать ее именно с себя. Поэтому не покупайте дешевую посуду, ну, или имейте 2-3 комплекта. То есть какая-то повседневная и праздничная. Откажитесь от всего пластмассового, пожалуйста. Блестящие искусственные предметы отдают дешевизной и сразу же убивают весь уют. Один наш состоятельный заказчик недавно интересовался. Александр, а где в Питере можно купить фарфоровые салфетки, которые он видел в Москве? Фарфоровые салфетки. Подобные предметы украсят ваш стол и будут ценным предметом интерьера. Когда мы приезжаем на съемку интерьера, в котором же живут его хозяева, то всегда убираем пластиковые скатерти или салфетки. Я ни разу не видел, чтобы они выглядели в кадре красиво. Еще один неочевидный, но очень важный момент. Не оставляйте обеденный стол пустынку. Когда на столе ничего нет, он как будто выключен из интерьера. Сервируйте стол, поставьте вазу с цветами или фруктами. Я недавно купил себе на Авито красивую винтажную минажницу. У меня сразу же в голове возникает воспоминание, как я в детстве ходил в гости с мамой, и меня угощали конфетами из похожей посуды. Посуда с историей и из качественных материалов добавит в ваш дом ощущение уюта. Домашний парфюм и музыка. Наверное, один из самых очевидных признаков того, что в доме живут, это запах приготовления пищи. Я не понимаю людей, которые пишут, как же это ужасно, когда в доме пахнет едой. Надо обязательно на кухню поставить дверь. Возможно, вы что-то не то готовите или едите. Я четко помню, как отличается запах в квартире до заселения, и когда приходишь в гости, а там уже живут и активно готовят еду. Но еще уютнее для меня интерьер, в котором я слышу запах свежезаваренного кофе. Прошел почти год, как я отказался от кофеина, но все равно сейчас покупаю капсулу дикофената, и такой кофе очень вкусно пить в прикуску с чем-то сладким. Правда, недавно я и от сладкого отказался. Заходя в китайский ресторан с порога, я ощущаю запах еды и сразу же переношусь в Шанхай, как будто заново переживаю восторженные эмоции от того путешествия. Запахи могут включать наши воспоминания, рождать ассоциации, даже если это неприятный запах. Я еще в детстве подметил, что в каждой квартире свой ни на что не похожий запах, но, конечно же, гораздо приятнее, когда заспоминаешь, как приятно пахнет от человека подходящим ему парфюмом, а не мамиными котлетами с чесноком. Очень рекомендую использовать домашний парфюм. Подберите его таким образом, чтобы у вас возникали приятные ассоциации, тогда возвращаться домой будет тепло и приятно. Правильно подобранный для дома аромат – важный компонент уюта в доме. В качестве источников приятного запаха можно использовать ароматические свечи, саше или специальные диффузоры с палочками. Я думаю, что все о них знают. Они выглядят как бутылочка с жидкостью, в которую надо ставить палочки. Чем больше палочек, тем ярче будет аромат. Есть еще один способ включать воспоминания и создавать атмосферу уюта. Наполните ваш дом музыкой. Для этого вы можете встроить музыкальную систему в потолок или использовать обычную блютуз-колонку, подключенную к смартфону. Сейчас еще появились умные колонки, и с ними поиск подходящей под настроение музыки будет еще проще. Как же я люблю спрашивать по утрам у Алисы, какая сегодня погода. Сделайте дом уютней, насытив его атмосферу приятными ароматами и музыкой. Используйте теплую цветовую гамму. Цвет – это отдельная огромная тема. У нас на канале есть интересное видео, где я подробно рассказываю о цвете в интерьере. У него, кстати, очень много просмотров. Именно цвет – самый доступный в ремонте материал, который поможет вам сделать дом уютным. Многие говорят, что бежевый интерьер – ужасная попса и плохо смотрится. Вы просто не умеете их готовить. По опыту у большинства людей именно теплая цветовая гамма, как здесь, например, ассоциируются с уютом. Меня часто просят подсказать удачный цвет для интерьера, и я против таких советов на коленке. Надо провести определенную работу. Ребята, не обесценивайте, пожалуйста, труд дизайнера. Чтобы выбрать правильный цвет, необходимо понять, какая у этого интерьера будет функция. Тогда с выбором проблем не будет. Каждый цвет создает определенное настроение. Для кого-то, естественно, белая – это больница, но на самом деле белый цвет создает ощущение свежего воздуха, чистоты, успокаивает и расслабляет. Нейтральная серая является идеальным фоном, объединяющим и не спорящим с другими цветами. Цвета из холодной гаммы – синий или голубой – создают ощущение прохлады и настраивают на работу, помогают концентрироваться на задаче. Красный заряжает энергией, а оранжевый повышает настроение. Фиолетовый подходит для творчества и дает вдохновение. Но на самом деле то, что я сейчас перечислил, это, конечно, больше похоже на гороскоп, да, какие-то общие понятия. И когда вы продумываете свои цвета в вашем интерьере, то, конечно, в это нужно очень сильно погружаться. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие цвета интерьера у вас ассоциируются с уютом. Чтобы освежить интерьер, вы можете сделать косметический ремонт и перекрасить стены. А можете просто поменять цветовую гамму, обновив текстиль. Если изначально у вас в доме базовая цветовая гамма стен и мебели, то сменить цветовые акценты за счет текстили будет очень легко, вот одним движением. Шторы, тюльпы, крыва, пледы, подушки в новом цвете полностью поменяют интерьер и настроение в нем. Правильно подобранные цвета сделают ваш дом уютным. Продумайте освещение. Для жителей северных стран самая уютная световая температура 2500-3000 кельвинов. А для южных жарких стран, наоборот, с уютом ассоциируется холодное освещение. От 4000 кельвинов и больше. Причем неважно, какого цвета сам интерьер. Темный или светлый, современный или классический. Например, я только что вернулся из отпуска, и у нас в ванной комнате в тропической стране была белая холодная лампа. Я когда себя видел в зеркале, мне просто казалось, что я какой-то труп. Но это просто ужасно выглядит, поэтому я, конечно же, за теплое освещение. Обратите внимание, чтобы весь цвет в квартире был одной цветовой температуры, подходящей именно вам. Не бывает универсального уюта для всех. Уют это что-то ваше. Меня сильно отражает, когда в интерьере спорят между собой лампы с разной цветовой температурой. Особенно, если это какая-то одна выбивающаяся лампочка. Ну вот забыли поменять. В этом нет ничего красивого, тем более уютного. У меня дома нейтральный свет только над рабочей поверхностью кухни, где я готовлю. А уже готовая еда приятнее смоется на обеденном столе в теплом цветовом спектре. Зонировать пространство комнаты или подчеркнуть функционал отдельных его зон можно не только цветом, фактурами или текстурами, но еще и светом. Даже самый интересный интерьер с крутыми материалами и концепцией не будет смотреться, если на потолке висит одинокая люстра. Или по центру потолка в длинном коридоре расположена взлетно-посадочная полоса из плечных светильников. Это просто ужасно. Идеально, когда у освещения есть несколько сценариев. Яркий свет для уборки и для тех, кто любит поярче. Вечерний свет и навигационный свет. Мне очень нравится приходить домой, когда к моему возвращению включается умный вечерний свет. Ну у меня запрограммирован таймер и он сам его включает. Это торшер, ночники и гирлянда. Это сразу создает ощущение уюта и глубины интерьера. Как будто дом встречает меня теплым светом зажженных свечей. Самый уютный свет отраженный и невидный глазом. Он не будет привлекать к себе внимание и при этом выполнять свою функцию. Для этого идеально подходят торшеры, настольные лампы и настенные бра. Ну такой нижний свет. Есть множество люстр, не дающих прямого света. Только представьте, вы лежите на мягком диване и краем глаза постоянно замечаете яркую лампу, слепящую ваш глаз. Ну разве это уютно? Если бы она была утоплена в потолок, то точно так же выполняла бы свою функцию. Было бы светло, но при этом не раздражало бы вас. Из таких мелочей собирается уют. Дом ассоциируется в первую очередь с отдыхом. Поэтому я в принципе не вижу большой необходимости в ярком свете. Но если яркий свет все-таки нужен, ну для уборки, для каких-то гостей, кто любит много света, то должна быть возможность включать его отдельно от неяркого. Тем более, что сейчас яркостью практически всех световых приборов можно управлять. Развитие LED-технологий нам в этом очень помогает. Единственное, что точно не придаст дому никакого уюта, это яркие и раздражающие цвета RGB светильников. Это точно не про домашний уют, но, наверное, киберспортсмены будут со мной спорить. Для создания уюта в доме используйте светильники одной подходящей именно вам световой температуры. Предусмотрите несколько сценариев света и используйте светильники, в которых не будет видно источник света. Если у вас нет финансовой возможности сделать дома качественную приточную вытяжную вентиляцию или хотя бы организовать бризеры, то заведите правило регулярно проветривать комнаты. Если в квартире не будет свежего воздуха, то уютной атмосфере можно просто забыть. Зимой, когда батареи топят на полную, воздух становится невыносимо сухим. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Дышать становится тяжело, а в горле начинает першить. Это очень похоже на ощущение при долгом перелете в самолете. Но один перелет и несколько зимних месяцев, это, конечно же, разная история. У меня часто в сухом воздухе начинают лопаться сосуды и идет кровь из носа. И я решил эту проблему установкой увлажнителя в спальне. При выборе увлажнителя обязательно обратите внимание на объем заливаемой воды и скорость испарения, чтобы не бегать каждый час с ковшиком. Я вот раз в сутки хожу, меня даже это раздражает. Для меня еще очень важно было, чтобы увлажнитель подключался к общей системе умного дома и управлялся удаленно. Самое бюджетное решение по приточной вентиляции – это настенный бризер. У нас, кстати, есть на канале огромное видео, которое рассказывает все о вентиляции, то есть снимает, в принципе, все вопросы, такие базовые, о том, что это и с чем это едят. Качественный воздух в доме – это, конечно, больше про премиальный ремонт, про вершину пирамиды ценностей, но есть и много доступных способов его получить, а значит, сделать ваш дом уютней. Сделайте перестановку. Я очень люблю Петербург, город, в котором я родился и вырос, но иногда хочется посмотреть на него под новым непривычным углом. Можно посмотреть на перспективу города снизу, прокатившись по каналам на речном трамвайчике, или наоборот сверху, если залезть на крышу. Я этим летом как в детстве поехал на дачу на электричке, и город открылся для меня с еще одного очень необычного ракурса. Получается, даже без глобальной реновации ты видишь город совершенно под другим углом и заново в него влюбляешься. Если вы не хотите тратить деньги на капитальный ремонт вашей квартиры, то есть более простой способ с очень хорошим результатом. Просто сделайте перестановку. Я вырос, живя в трехкомнатной квартире с родителями и сестрой. Я помню, что меня постоянно переселяли из комнаты в комнату, но кроме этого родители часто делали перестановку мебели. Не знаю, одобрят ли эти переезды детские психологи, но мне реально нравилось. Я как будто каждый раз переселялся в новую квартиру, пространство которой было интересно изучать и обживать. Поменяйте местами спальное место, переставьте шкаф и стол. Вы будете очень удивлены, как изменятся ощущения от вашего интерьера. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о перестановках и делали вы ее себе хотя бы раз. Сделайте перестановку, и новый взгляд на знакомые вещи поможет вам освежить ощущения. И то, что вас раздражало, с большой вероятностью исчезнет. Используйте в декоре зелень. Растение и все живое, конечно же, ассоциируется с уютом. Зеленый цвет подойдет совершенно к любому стилю, а цветочные горшки могут быть как классическими, так и ультрасовременными. Количество цветов будет зависеть от общей стилистики интерьера и от вкуса хозяева. Я вот, например, предпочитаю один большой цветок, ну вот, как здесь, а не множество маленьких. А кто-то, наоборот, хочет видеть дома обилие зелени. В качестве большого раскидистого растения или даже куста можно взять фикус, монстеру, пальму или стерлицию. Но обязательно, если у вас есть домашние питомцы, посмотрите, не навредит ли ему растение и не будет для него ядовитым. Если вы хотите поставить маленькие растения, например, кактусы или суккуленты, то их не стоит выставлять поодиночке, они будут лучше смотреться в группе. Я часто слышу от заказчиков о том, что у них нет времени ухаживать за цветами, или то, что у них постоянно умирает все живое. Для таких случаев есть очень реалистично выполненные искусственные цветы. Есть даже гибриды, когда ствол растения натуральный, а зелень искусственная. Также в моде сухоцветы. Этой зимой я провалился по пояс в сугроб, когда полез доставать растущий вдоль дороги борщевик для декора на фотосъемку интерьера. Представьте обычный, вот этот, который вдоль дороги растет борщевик. Использовать сухоцветы сейчас очень модно. Еще есть помпастная трава и унария. Цветы и букеты можно собирать самостоятельно из садовых цветов или веток. Так вы приносите уличную природу в дом. Старайтесь всегда наполнять дом цветами. Они помогут создать уют и стоят совсем недорого. Используйте текстиль. Текстиль в квартире появляется в самый последний момент ремонта. И сразу же картинка полностью меняется. Какой бы интересный интерьер ни был, без текстиля будет очень сложно добиться уюта. Я сто раз через это проходил. Сначала вот интерьер без штор и интерьер со шторами. Это просто разные картинки. Именно шторы создадут обжитой вид. В интерьере появится ощущение мягкости и тепла. Уютную атмосферу в интерьере создадут шторы из льна спокойных расцветок. Обязательно однотонный тюль. Желательно не холодный белый, как фата невесты. Махровые полотенца в ванной. Однотонные пледы. Покрывало и постельное белье в серых, бежевых, молочных, коричневых тонах. Ковры и подушки в одной цветовой гамме. Дополнят палитру интерьера и создадут законченный общий вид. Сегодня, кстати, ковры снова очень актуальны. Мы недавно повесили в одном из наших очень дорогих московских проектов ковер на стену. Но это даже больше не ковер, знаете, а гобелин. И выглядит он не так, как вы себе представили. Есть еще один момент, о котором я постоянно говорю в обзорах наших интерьеров. Вам вряд ли будет уютно в помещении, где будет звенеть эхо. И текстиль, поглощая реверберацию, делает помещение акустически комфортным. Вы слышите, что говорите, нет неприятного эхо и звонких отражений звука. Я назвал бы это акустическим уютом. Кровать без текстиля и кровать с заправленным покрывалом, подушками разного цвета и небрежно уложенным пледом смоется совершенно по-разному. Многие еще испытывают особое ощущение уюта, когда спят под двойным или тяжелым одеялом. Мне многие про это писали. Отдавайте в текстиле предпочтение натуральным и приятным на ощупь материалам. Качественный текстиль подчеркнет изысканность интерьера, создат акустический комфорт пространства, а также ощущение защищенности и комфорта. Это все напрямую относится к уюту в доме. Зажгите очаг. Это, наверное, уже заезженная классика. Очаг как символ домашнего уюта. Но идея жить в доме, а не на улице, знаете, тоже такая заезженная классика, популярная не одну тысячу лет. Мы же обсуждаем сегодня все аспекты уюта. В пламя свечи или камина мерцающий теплый свет перенесет нас в костру в первобытные времена, когда огонь был самой важной частью жизни. На нем готовили еду. Он защищал от врагов, грел в холодное время. Сейчас мы готовим еду на барышной поверхности. Дом обогревает центральное отопление, а вокруг дома не бегают опасные хищники. Ну, только если курьеры с едой и владельцы собак. Но все равно рядом с настоящим огнем тревоги уходят. И как же приятно погреться, когда вы вернулись домой с мороза или попав под промозговый дождь. Кроме тепла и красивых языков пламени, мы еще ощущаем запах горящего дерева. Это так приятно. Камин, конечно, удовольствие не из дешевых. И часто его просто физически невозможно поставить в вашей квартире. Но камин, это, конечно, вещь не для всех. У моего друга в доме, где он живет, есть камин. Но за последние пять лет я ни разу не видел, чтобы он вообще утопил. Там лежит инструкция внутри камина. Иногда, кстати, для уюта создают неработающий фейковый камин, но просто вот портал, в котором горят свечи. И это смотрится очень уютно. И если нет возможности организовать в квартире настоящий камин, и бюджет позволяет, то можно приобрести, например, паровой камин, который будет имитировать пламя. При этом не выжигая кислород, а наоборот немного увлажняя воздух. Но для огня в камине есть еще более доступный аналог. Всем известно. И вам просто надо купить свечи. Они позволяют нам видеть настоящий огонь и ощущать приятный аромат. Правильнее всего покупать свечи разных размеров, но в одной стилистике, чтобы интересно их сосчитать. Я люблю свечи в дизайнерских подсвечниках, но они могут и сами по себе украшать интерьер самостоятельно, без дополнительных аксессуаров. Тогда, чтобы они смотрелись интереснее, я рекомендую покупать свечи сложных цветов. Белые по сравнению с ними будут смотреться, ну, так себе. Настоящий огонь в камине или пламя свечей станут сердцем и душой вашего дома и наполнят его теплом и уютом. Спрячьте яркие бытовые предметы. Большинство банок с бытовой химией, постирочной или косметикой, шампуни в ванной практически всегда яркого цвета. Наверное, в магазине к ним так легче привлечь внимание и продать, но в стильном интерьере они смотрятся просто как ядовитая лягушка в джунглях. Всегда прячьте такие предметы в закрытые ящики или замените на однотонные. Мыло можно перелить в диспенсер. Крупы можно пересыпать в специальные красивые емкости. Масло перелить в декоративные бутылочки с удобной крышкой. Всех этих предметов для хранения сейчас огромное множество на маркетплейсах. В ванных комнатах я всегда советую делать скрытые от глаз ниши для шампуней. Мы недавно делали обзор интерьера с нашим дизайном, в котором уже долгое время живет хозяйка. На виду не было ни одной яркой бутылки или коробки. Как будто здесь никто не живет. Мне так реально писали, что здесь никто не живет. Но если открыть любой ящик, то сразу же с ним понятно, где прячется вся эта скрытая пестрота. Там просто все было завалено этими предметами. Пожалуйста, спрячьте все яркие предметы в закрытых системах хранения. Так интерьер смоется чище, цельней, а значит уютней. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас домашний уют и какие приемы вы используете у себя дома. Я читаю все комментарии и обязательно вам на них отвечу. Если видео было полезным, то поддержите видео лайком. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И, конечно же, переходите во все наши социальные сети. Там очень много всего для вашего вдохновения. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok